Ресторан, торговый центр, домики отдыха, вышка спасателей, медпункт. На побережье бухты Лазурное, больше известной у горожан и туристов как Шамара, сегодня работает один пляж, который находится в муниципальной собственности. Уже больше 20 лет его арендатор – одна компания. Ежедневно проходит уборка побережья и организован вывоз мусора. Дно в прибрежной полосе регулярно чистят водолазы. Единственная проблема муниципального пляжа на Шамаре – нерешенный вопрос о качестве воды. Непригодной для купания ее признал Роспотребнадзор. Очередные пробы специалисты взяли совсем недавно. Однако не из бухты, а из небольшой речки, которая в нее впадает. Понять, пригодна ли вода на Шамаре для купания, хотят не только отдыхающие, но и сами арендаторы. Виталий Веркиенко пообещал взять этот вопрос под личный контроль. Мы еще раз делаем пробы вместе с Роспотребнадзором. Я заинтересован в том, чтобы была справедливая оценка качества воды. Потому что я так же, как и вы, сильно сомневаюсь в том, что оценка справедлива. Глава города поручил специалистам администрации подготовить соответствующее письмо в Краевой департамент природных ресурсов. В целом, Виталий Веркиенко остался доволен увиденным на муниципальном пляже. Еще одним пунктом рейда стал пляж бухты Аякс. До 2021 года его арендует частный предприниматель. Вода бухты признана специалистами Роспотребнадзора, пригодной для купания. Вижу, что успели привести в порядок, построить беседки, ресторан, содержите территорию в чистоте, буйки установили, урны установили, туалеты работают. Сегодня в Приморье официально разрешено купаться на 61 пляже, 11 из них во Владивостоке. Их проверили представители правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора. Они соответствуют всем необходимым требованиям для безопасного пляжного отдыха. Светлана Садовая, Новости на Восьмом.